Говорит Черкесск Здравствуйте! Умарти Киев о наиболее заметных событиях республики. В текущем году на территории Карачаева-Черкесии будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. На территории республики ожидается значительное ухудшение погодных условий. Предстоящий месяц в региональной столице объявлен периодом масштабной уборки, озеленения и благоустройства. Школьники республики принимают участие в профильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер» в Краснодарском крае. Далее об этих и других темах подробнее. В Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят открытый манеж для тренировок юных футболистов. Комментирует информацию министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов. Мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Он будет где-то размер в подмене футбола 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки предложения нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году на территории республики будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. В частности, будет построено 16 новых объектов здравоохранения. Это врачебные амбулатории в Арджиникедзевском, Изюка, Карачаевского района и Хабесского района. ФАПы в Урупе, Садовом, Киево-Жураки, Курдженово, Хурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском и Пристани. А фельдшерские пункты появятся в Новой Тиберде, Нижнеморе, Грушке, Тапанте и Курдженово. В рамках регионального проекта будет проведен капитальный ремонт из четырех объектов здравоохранения Абазинской центральной районной поликлиники, Вауле-Энжи-Чукун, врачебной амбулатории в Кошабле, отделение Усть-Джигутинской центральной районной больницы в селе Важном и ее же отделение в Ауле-Джигута. Завершение всех работ по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения будут завершены до конца текущего года. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6. То есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Мэр Черкеск Алексей Баскаев объявил предстоящий месяц периодом масштабной уборки, озеленения и благоустройства города и назвал дату традиционной генеральной уборки республиканской столицы – 28 апреля. К санитарной чистке, которую проведут в республиканском центре, повсеместно по традиции подключатся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компанией, многоквартирных домах, организации, учреждения, активисты и волонтеры. В Карачаево-Черкесе Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свое существование. В настоящее время на территории республики действует уже пять школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабецком и Уропском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно в очень советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения и традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств пять, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка ста человек, совокупно в каждом районе, закрепленный за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, научно-опытная часть, которая как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых выпускают на кафедре. Министерство культуры Карачаева-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Об этом рассказал министр культуры региона Зурапа Гербов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами, сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры, в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали – дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, и в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В республиканском центре прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». По результатам конкурсных испытаний победу одержала учительница из Зеленчукского муниципального района Ирина Глазунова, которая осенью представит Карачаево-Черкесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» в Орехово-Зуево Московской области. Кроме того, призером второй степени стала Ольга Чурсина из Прикубанского района. А статус призера третьей степени поделили Фатима Батчаева из Черкеска и Белла Декушева из Малакарачаевского муниципального образования. Группа школьников республики в составе 11 человек принимает участие в профильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер», которая проходит во Всероссийском детском центре «Смена Краснодарского края». «Технолидер» – авторская программа центра, реализуемая с 2021 года. Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций. Компания «Россети Северный Кавказ» в досудебном порядке добилась погашения более 11 миллионов рублей задолженности за электроэнергию предприятий ЖКХ в Карачаево-Черкесии, образовавшейся в январе-феврале этого года. С начала года прирост задолженности составил более 26 миллионов рублей. На эту сумму в январе-феврале филиал «Карачаево-Черкеска-энерго» направил предприятиям-должникам 47 претензий. По 18 из них в установленный срок поступила оплата в размере более 11,5 миллионов рублей. Общий долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона на 1 марта этого года превысил 130 миллионов рублей. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесии оставлено в силе решение Черкесского городского суда по иску из Джугутинского межрайонного прокурора к региональному министерству по делам молодежи. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Усть-Джугутинский межрайонный прокурор обратился с иском в суд в интересах семьи, состоящей из четырех человек, которая являлась участник ЦИПОД программы обеспечения жильем молодых семей. В 2018 году молодой семье было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в размере более 900 тысяч рублей. Несмотря на наличие у семьи законных оснований для ее получения, министерствам денежные средства не выплачены. Судебное решение по иску прокурора было оспорено Министерством по делам молодежи, КЧР, в апелляционном порядке. Но прокуратуре Республики удалось убедить судебную инстанцию в законности и обоснованности исковых требований. На базе Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева заработал проект «Студенческая студия радио и подкастов». Автор проекта стал обладателем гранта конкурса «Росмолодежи» и на полученные средства оборудовал современную студию. Об этом расскажет автор проекта Аслан Гирюгов. Я являюсь руководителем проекта «Студенческая студия радио и подкастов». Выиграл средства в рамках проекта от «Росмолодежи» и сейчас занимаюсь реализацией его. Уже прошло несколько встреч со студентами. Хотим создать такую площадку, чтобы они проходили практику, возможно, собрали какое-то портфолио для трудоустройства, и чтобы в нашей республике и на базе нашего университета именно развивалась радиожурналистика. В столице Карачаево-Черкесии завершился городской этап футбольного турнира на приз клуба «Кожаный мяч». В старшей возрастной группе 2008-2009 годов рождения места распределились следующим образом. Первые три места достались командам «Эдельвейс», «Атлант» и «Ивентус» соответственно. В средней возрастной группе 2010-2011 годов рождения лидерами стали футболисты команд «Нарт», «Атлант» и «Ивентус». Наши пловцы показали отличные результаты на состоявшемся в Краснодаре первенстве чемпионате Южного и Северокавказского федеральных округов по плаванию. Победителями стали Ростислав Кирсанов и Владислав Евдокимов. Кроме того, третье место в эстафетном плавании 4 на 100 в вольном стиле заняли девочки сборной Карачаевой-Черкесии. На территории Карачаевой-Черкесии ожидается значительное ухудшение погодных условий. До конца недели прогнозируется резкое понижение температуры воздуха от плюс 20 до минус 5 градусов, выпадение обильных осадков в виде дождя и снега. Региональное управление ГИБДД предупреждает, что автолюбителям необходимо учитывать сложные погодные условия при движении и не пренебрегать требованиям правил дорожного движения. Следует уделить особое внимание при проезде мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается облачная погода. Местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Утром в отдельных районах сильные осадки, а местами очень сильный снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров в секунду. На дорогах местами гололядица. Температура воздуха плюс 1, плюс 6. В горах местами до минус 6. В горах Карачаевой-Черкесии свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии утром сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Утром на дорогах гололядица. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.